Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Церковь Иисуса Христа — это группа людей на планете Земля, участвующих в деятельности, возглавляемой нашим Господом Иисусом Христом. Он — глава церкви, его дух — Господь внутри церкви, но Иисус — глава церкви, а мы — последователи Иисуса. Мы не просто творим добро, мы не просто выражаем человеческую доброту, мы не просто служим обществу, мы служим под руководством Иисуса из Назарета. Мы идем в офисы, на учебу, на фабрики, на рабочие места, выходим на улицу, куда бы Бог нас ни повел, под руководством Иисуса. Давайте дадим пару определений, которые нам понадобятся. Когда мы говорим о церкви, мы имеем в виду всемирную инициативу. Еще до появления международных корпораций, до появления интернета и понятия глобализации, церковь Иисуса Христа уже была всемирной инициативой. Она включает в себя людей из каждого племени, народа, расы и языка, признавших, что Иисус из Назарета — это Мессия, Сын Божий, принявших Его Господом своей жизни и служащих Ему как Царю. Это церковь с большой буквы, и мы принадлежим к ней. Это здорово. Однажды мы соберемся перед троном всемогущего Бога, Творца Неба и Земли, с людьми из всякого языка, народа, расы и племени. Итак, когда мы говорим о церкви с большой буквы, мы имеем в виду эту всемирную инициативу в нашем поколении и во всех поколениях людей, решивших служить Богу. Мы также будем говорить о церкви с маленькой буквы, о поместной общине. Мы не считаем себя единственной церковью в этом месте или единственно правильной церковью, или даже лучшей церковью, но мы являемся представителями церкви в этом месте. Когда мы говорим о церкви, то должны понимать, что есть церковь как большая инициатива, а также церковь как наша инициатива, потому что ни одна община не дает полное представление обо всем теле Христова. Мы являемся выражением этой идеи. Есть разные поместные общины. Они отличаются местом расположения, обстоятельствами, в которых служат. Церковь в Мёрфисбурге сильно отличается от церкви в Багдаде или от церкви в Дамаске. Мы не можем себе позволить быть настолько наивными, чтобы отрицать эту реальность. И так очень важно понять, чего Бог желает от нас, и как от церкви на земле, и как от поместной общины. Чтобы понять и то, и другое, нужно помнить, что Иисус – глава церкви. Единственное, что придает смысл нашей деятельности, это понимание того, за кем мы следуем. Мы выполняем Его волю и достигаем Его целей на земле. Всегда ли мы делаем это идеально? Нет. Но мы работаем над этим. Давайте прочитаем повествование из Евангелия. 22 стих. Сказано, и отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобой». Интересно, Петр был с Иисусом три года. Давайте вместе представим этот небольшой диалог. Это важно, чтобы понять их характер. С одной стороны, Создатель всего, Сын Божий во плоти, ходящий по воде, превращающий в воду вино, воскрешающий мертвых, открывающий глаза слепым, успокаивающий бурю и Иисус. Он только что объяснил Своим ученикам, это Его ученики, а Он их учит. Он объяснил Своим ученикам, что будет дальше. И вот Петр отводит Его в сторону, и в Библии этого не написано, но я представляю себе, что Петр показывает на Него пальцем, «Господи, да не будет этого с Тобою». Только представьте, как Петр отвел Иисуса в сторону. Я вам немного помогу, покажу это. Видимо, Ты перегрелся на солнце, и к Тебе пришла плохая идея, Господи. Я знаю, что Ты творишь от звезды в космосе, но можно я Тебе немного подскажу, что делать дальше? Абсурдно, если посмотреть с этой точки зрения. Но когда я помещаю это в контекст своей жизни, оказывается, что так происходит слишком часто. Сколько раз я говорю, «Господи, можно я Тебе здесь немного помогу?» В Твоих планах на будущее что-то напутано. Если Ты меня послушаешь, я расскажу, как лучше сделать. Сколько раз я грозил Господу кулаком и говорил, «Ну, послушай меня, я покажу, как надо». Я знаю, что Вы так никогда не делали. Молитесь за меня. Иногда это тяжело. Здесь записан сценарий того, что произошло с Петром. Иисус повернулся к нему и сказал, «Прекрасная идея. Давай отменим крест». Что было бы, если бы Бог принимал все наши предложения? Некоторые женились бы уже раз 60. У нас было бы по 40 машин в гараже. В нашей жизни был бы бардак. Правда? А в ответ тишина. Ну ладно. Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. В чем здесь причина разногласий? Мы видим два пути. Иисус говорит, «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Нам нужно все больше думать о Божии. Мы уязвимы исключительно для своих плотских земных решений. Быть последователем Христа значит учиться позволять Духу Божьему отдавать приоритет тому, что относится к Богу. В 24 стихе Иисус дал Своим ученикам обетование. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Обратите внимание, это не действие по выбору, это не один из путей. Если вы собираетесь быть учеником Иисуса, вы должны отвергнуть себя и взять свой крест и следовать за Ним. Здесь названы три составляющие. Отречься от себя, взять свой крест. Крест — это не украшение, а место казни, утраты и следовать за Богом. Быть последователем Христа значит, что Иисус — глава, а мы следуем за Ним. Как стать частью церкви? Присоединиться к поместной общине? Соблюдать ряд религиозных правил? Сидеть в определенное время, в определенном месте, воскресным утром? Это важный вопрос. Ведь Царство Божие во времени и в вечности будет населено Божьими людьми. Поэтому важно знать, как стать людьми Божьими. Нужно ли относиться к определенной расе? Важен ли цвет волос или разрез глаз? Библия дает нам очень четкую информацию в послании к римлянам, 10 главе, в 9 стихе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». В современном переводе говорится, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и повесишь христианский магнит на бампер, то спасешься». Нет, это, конечно, не так. «Исповедуй устами, что Иисус Господь. Верь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, и вот тогда спасешься». Слово «спасешься» в Новом Завете относится не только к вечной участи. Оно также означает здоровье, благополучие эмоций. Оно относится ко всей жизни и означает, что отношения с Иисусом меняют всю личность. Итак, вход в церковь, с большой буквы, проходит через личность. Значение имеет не учреждение, организация, динаминация или теологический взгляд. Значение имеет даже не воскресное утро. Значение имеет личность. Мы говорим о конкретном Иисусе, потому что в первом веке было много людей по имени Иисус. Я уверен, что был Иисус из Вифлеема, Иисус из Капернаума, но мы верим, что Иисус из Назарета был Сыном Божиим, Сыном Божиим воплоти. Верим, что Бог послал своего Сына на землю, дал Ему земной костюм, чтобы Он умер целесно на кресте, воскрес из мертвых. И Он вознесся на небо и вернется на землю, как судья живых и мертвых, и что Он будет править и царствовать на земле. Конечное решение человеческих страданий в Князе Мира. Аминь. Когда мы способствуем расширению Церкви и влияние Иисуса, это единственное эффективное облегчение человеческих страданий. Это не принято в ООН. Я не против ООН. Я просто сказал, что их усилия не решат проблему. Но Церковь состоит из индивидуумов, которые решили, что они верят в то, что Иисус Господь. Кстати, если вы признаете Его существование как исторический факт, это еще не делает вас частью Церкви. Вы можете сказать, «Я верю, что был человек по имени Иисус. Он творил чудеса, исцелял. Он был великим учителем, основателем религии». Можно верить во все это и оставаться за пределами Царства Божьего. Человек входит в Царство, когда верит в это и принимает решение, что Иисус – Господь его жизнь. Быть Господом значит иметь приоритет. Это значит, что Он устанавливает приоритеты в нашей жизни. Когда мы поступаем так, Библия описывает, что происходит с нами. Мы рождаемся. Иисус сказал, что нам нужно родиться свыше, то есть родиться заново. Мы родились на планете Земля и становимся участниками Царства Божьего, Церкви с большой буквы, через рождение. Когда вы рождаетесь в мир телесно, появляетесь новичками. Это нормально. Здесь нет ничего плохого. Новичок по определению поглощен собой. Все общение сконцентрировано на мне. Я плачу, покормите меня. Я плачу, поменяйте мне пеленку. Я плачу, возьмите меня. Я плачу, громко покачайте меня. Если я продолжаю плакать, прокатите меня в машине, может быть, я засну. Я не говорю, что это плохо или неуместно. От вновь прибывших не требуют, что они будут учитывать интересы окружающих. Никакая мама новорожденного ребенка, когда он заплачет, не скажет, «Ты не считаешься со мной, я смотрю телевизор». Лучше не тратить время. Они не умеют считаться с другими, они не способны взаимодействовать с миром по-другому. Это придет, но когда мы рождаемся, у нас этого нет. По мере созревания и хорошего воспитания, эти маленькие пришельцы становятся человеческими существами. Они узнают о существовании окружающего мира, о своей ответственности по отношению к нему, о том, как заботиться о себе и взаимодействовать с другими людьми. То же самое происходит и в духовном мире. Мы родились в Царство Божие. Мы в центре вселенной. Вот каким я был, вот каким я стал. Давайте я вам расскажу о себе. «Хотите послушать мою историю? Посмотреть мои фотографии? Я же говорю, что я в центре. Помогите мне, накормите меня, возьмите меня, покачайте меня, позаботьтесь обо мне». Вот он я. Это нормально. Мы все так начинаем. Но если вы позволите Духу Божьему помочь вам, то начнете взрослеть. У вас появится способность видеть окружающий мир и взаимодействовать с Ним, чтобы быть сторонниками Иисуса вне своих идей и понимания себя. Так мы становимся частью тела Христова. К сожалению, профессиональные христиане, как я, часто переоценивают отправную точку. Новое рождение, спасение, обращение. Можно называть по-разному. И недооценивают возрастание в Господе. Мы родились, чтобы расти и взрослеть. Не нужно всю земную жизнь оставаться младенцем во Христе, а потом явиться к небесным вратам с оской, в подгузниках и с погремушкой, и пролепетать. «Я здесь». Да, мы смотрели на тебя и ждали твоего прихода. Когда Господь протянет вам руку со шрамом от гвоздя, я думаю, вам захочется протянуть ему руку хотя бы с мозолью. Для этого нам нужно расти в Господе, а не оставаться всю жизнь младенцами. Давайте расти. Здравствуйте, я пастор Аллен, и хотел бы поговорить с вами о довольствии. Мы живем во время постоянного недовольства. И дело не в том, что мы имеем. Мы имеем больше, чем любое другое поколение. Путешествуем. Наши дети имеют образование и медицину. Но мы почему-то недовольны. Мы хотим иметь больше. Это душевная реакция на жизнь. Душа — это наш разум, воля и эмоции. И если мы не позволим Духу Божьему управлять нашей душой, то будем всю жизнь недовольны, несмотря на все наши достижения. Все начинается с мира с Богом. Библия говорит, что быть благочестивым и довольным — это великое приобретение. Поэтому я призываю вас смотреть на жизнь без жалоб и желания постоянных улучшений. Просите Бога помочь вам быть довольными сегодня и доверять Ему свое будущее. Это изменит вашу жизнь в корне. Церковь — это не здание, не свод правил. Смысл Церкви в Иисусе, нашем Спасителе, и задание, которое Он нам дал. Теперь вы можете получить эту серию из трех посланий под названием «Церковь с целью» в качестве благодарности за вашу поддержку. За пожертвования в размере 50 долларов мы также вышлем вам молитвенный журнал, который станет прекрасным дополнением для вашей духовной жизни. Воспользуйтесь контактной информацией на вашем экране. Спасибо вам за вашу поддержку. Вместе мы можем принести разницу. Вы знаете, что крещение было до появления христианства? Мы присваиваем его себе, но это неправильно. Первое крещение, о котором мы читаем в Новом Завете, связано с человеком по имени Иоанн. Его называют Иоанн Креститель. Это не значит, что он принадлежал к баптистской церкви. Он был Иоанном Крестителем. Он призывал людей к покаянию. Он был двоюродным братом Иисуса. Он служил до того, как Иисус пошел на крест. Это еще нельзя было назвать христианским крещением. Иоанн предлагал евреям покаяться в грехах. Он предлагал им выйти из Иерусалима, из храма со всем его блеском и величием, пройти пешком по пустыне 30 километров, чтобы покаяться в грехах и креститься в воде. В день Пятидесятницы, на первом открытом собрании, после того, как Иисус вернулся на небо, Петр проповедует Евангелие, люди говорят, что нам делать? Он отвечает, покайтесь и докрестится каждый из вас. Это где-то есть в ваших конспектах. Вот в Деянии 2 главе 40 стихе написано, и другими многими словами, он говорил и увещевал «Спасайтесь от рода этого развращенного». Эти слова интригуют меня. Написано, что он увещевал жителей Иерусалима, чтобы они спасались от развращенного рода. Одна из проблем церкви в нашем поколении в том, что мы потеряли смелость. Нам трудно рассказать Евангелие. Петр рассказывал об Иисусе в Иерусалиме и сказал людям, «Вы убили его». Меня волнуют то, что иногда мы больше переживаем, как бы не обидеть человека, чем о том, как сказать ему истину. Мы не хотим, чтобы люди подумали, что мы осуждаем, критикуем, судим их, или чтобы они сочли нас святошими, но истина в том, что Евангелие предлагает людям выйти из разрухи, если мы не поймем, что дело не терпит отлагательства, то не будем относиться к нему с должным уважением и вниманием. Мы не приглашаем людей посидеть на служении. Мы предлагаем им избежать разрушения. Написано, что Петр их увещевал, «Спасайтесь от рода этого развращенного». Итак, охотно принявшие слово, его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Три тысячи крестилось на первом открытом служении. Через пару недель у нас будет крещение. Не думаю, что у нас будет три тысячи человек. Пока. Но я ожидаю этого... Я ожидаю того времени, когда Дух Божий будет изливаться в таком величии, что нам придется переосмыслить свой подход к вере. Аминь. Это единственное решение проблем, которые стоят перед нами. Нам нужно перестать припираться о том, большая церковь или маленькая, о том, как мы поклоняемся, о форме нашего здания, об архитектуре, о сцене. Нам нужно заботиться о людях, идущих из царства тьмы в царство Божие. Если вы не окрещены, я настоятельно советую вам записаться на крещение. Мы проведем уроки, поможем вам подготовиться. Мы даже дадим вам перламутровую футболку. Но если вы не крестились в воде, теперь пришло время. Дело не в присоединении к этой общине. Крещение очень мало связано с нами. Мы просто помогаем. Вы присоединитесь к церкви с большой буквы. Иисус сказал, креститесь, поэтому вставайте в очередь. Некоторые думают, что скажут люди. Вот как я решил этот вопрос в своей жизни. Если это угодно Богу, люди это переживут. Пусть Бог улыбается, а люди переживут. Ты еще молод и так далее. Это неважно. Если Бог доволен, то я счастлив. Крещение, насколько я понимаю, это из Писания. Должно оно быть раз в жизнь. Оно не связано с духовным обновлением. Это не обновление посвящения в ученики. Меня сделали христианином, когда я был младенцем. Меня крестили, когда я был маленьким. Родители принесли меня в церковь к пастору. Он побрызгал воды мне на голову и вытер ее. Я не думаю, что это неправильно или плохо, или неуместно. Я понимаю, как крещение младенцев стало практиковаться в христианской церкви. Я верю, что в Новом Завете описано крещение с погружением в воду. Я также думаю, что там описано крещение как выражение веры человека. Когда я был младенцем, я не мог сделать этого. Повторю, что я не критикую эту практику. Я говорю о том, что когда я вырос и мог сам принять решение следовать за Христом, я решил креститься. Я думаю, что в этом контексте повторное крещение уместно. Я уважаю выбор и желание моих родителей. Я очень благодарен. У моих родителей было желание, чтобы я рос христианином. Мы вместе радовались моему крещению, когда я мог сам принять это решение. Иногда я встречаю людей, которые были в церкви, в христианском лагере, где их друзья посещали занятия, в конце которых было крещение. Они тоже крестились, потому что не хотели, чтобы их наказали, если они откажутся участвовать. Они не собирались быть последователями Христа. Они просто крестились за компанию. Если вы крестились так, возможно, имеет смысл снова креститься. Бывают такие исключения. Но, в общем, я не думаю, что нужно креститься заново просто потому, что человек переосмысливает свою духовную жизнь. Но если вы никогда не крестились, это важно. Это не особенность какой-то общины. Главное — это не резервуар или бассейн, и не температура воды. Главное — это мое решение быть послушным Иисусу. Еще один компонент здоровой жизни церкви — это служение. Это одно из тех слов, которые мы просто опускаем. Люди говорят, «Я хочу в чем-то участвовать». «Приходи на служение». Я думаю, это довольно просто. А дальше что? Что мне делать? Вот ответ. «Служи». Я вообще-то думал, что мне предложат ходить на занятия или дадут желтый бейджик. Нам нужно служить. Откройте Евангелие от Матфея, 10 главу. Иисус говорит, «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды? Во имя ученика». Истинно говорю вам, «не потеряет награды свои». Бог награждает нас, когда мы служим друг другу. Я не смог бы придумать лучше. Церковь под руководством Иисуса является его руками и ногами на земле. Мы служим друг другу. Это отличает Церковь от других видов служения. Я не говорю, что что-то другое плохо или бесполезно. Я имею в виду, что Церковь — это не просто, когда мы творим добро, потому что в нас где-то есть проблески доброты. Мы стоим плечом к плечу, под главенством Иисуса, чтобы служить друг другу и окружающим людям, чтобы имя Иисуса прославлялось. Он не говорил просто о чаше холодной воды. Он сказал, что когда подают чашу холодной воды его ученику, он смотрит. Мы сторонники Иисуса, и на дне каждой чаши, которую мы подаем, есть послание. «Иисус мой Господь». Почему я так себя веду? Да потому что Иисус мой Господь. Вы знаете секрет служения? Работа. Вы ведь знаете, что такое работа? Это место, куда ты сам бы не пошел, если бы тебе не платили. Это место, куда тебе порой не хочется идти. Но ты идешь, потому что тебе нужно зарабатывать. Это место, где ты общаешься с людьми, которые тебе не очень нравятся. Но ты общаешься с ними, потому что заинтересован в вознаграждении. То же самое относится к служению. Мы служим из-за своей веры. Мы делаем даже то, чего нам не хочется делать, и то, что не кажется хорошей возможностью. Иногда мы служим людям, с которыми сами бы не общались, если бы не служили во имя Иисуса. Мы взаимодействуем с людьми, с которыми бы не взаимодействовали, если бы не делали это во имя Иисуса. Почему мы это делаем? Потому что Иисус сказал, что будет награда за это. Кто-то говорит, «Я не жду никакой награды, а я жду». Я не хочу вести бесплодную жизнь. Я не ищу способов просто потратить свои дни, растратить время. Я хочу вложить свою жизнь в то, что принесет максимальную прибыль. Я стараюсь жить целеустремленно. В своем отношении к миру, во взаимоотношении с людьми, в том, на что я трачу свою энергию, как применяю дары и таланты, которые доверены мне. Служение — это высочайшее применение человеческой жизни, которая мне известна. Мы стараемся создать возможности, чтобы вы тоже были задействованы в служении. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 23 главе, «Больше из вас добудет имеющий степень доктора наук». Я не против образования. На самом деле я сторонник образования. Но Иисус сказал, что величие приходит от служения, и служение с определенным отношением, со смирением. Мы целенаправленно стараемся создать возможности для служения здесь, в этой общине. Некоторые возможности касаются только личного выбора. Мы стараемся, чтобы у вас была возможность служить. Не потому что мы особенные, или это место особенное. Просто служить — это хорошо. Мы уже раньше говорили, что через пару недель приедет Красный Крест. Это тоже служение. Люди в поездках, меньше крови сдается. Они позвонили и спросили, можно нам попросить людей в вашей церкви сдать кровь? Вы всегда щедры. Я уверен, что вам говорили, что нас интересуют только ваши деньги. Это неправда. Нам нужна еще ваша кровь. Цель нашей общины — воспитать сердца служителей. Мы хотим, чтобы такое отношение росло в нас, потому что верим, что таким образом чтим Господа, и что служение приносит пользу в нашей жизни, во времени и в вечности. Мы хотим научиться служить, служить Господу и во имя Господа. Здесь важны отношения, усилия, стремления, доброта и приверженность Иисусу. Опять же, мы делаем все это не просто на благо общества. Мы благодарны и заинтересованы в благополучии общества, но мы находимся под властью Иисуса, и это выше наших отношений с обществом. Когда мы приходим куда-то, мы несем туда Иисуса. Я люблю читать Библию, особенно слава Иисуса. Он так благ к нам. Он дал нам подсказку. Больше из вас добудет всем слугу. Он мне сказал, что больший из нас — тот, кто имеет степень доктора, или пастор, или тот, у кого больше всех наград. Больший — тот, чье сердце служителя проявляется в действии. Я хочу служить. Вот что я понял. Лучший способ служить Богу — это служить Его народу. Это не теория и не абстракция, это практический совет. Его можно применять в действии каждую неделю. Призываю вас найти способы служить Божьему народу. Не нужно привлекать к себе внимание. Бог все видит, и Он вознаградит вас. Это путь к величию. Давайте помолимся. Отец, открой наши сердца и умы, чтобы видеть то, что Ты предлагаешь нам, возможности, которые Ты дал нам. Отец, мы хотим вложить свою жизнь в то, что Ты высоко ценишь. Во имя Иисуса. Аминь. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном.